Всем привет! В этом видео речь пойдет о кинологах. Я расскажу, стоит ли вообще обращаться к кинологу, если ты хочешь вырастить из Амстафа бравую собаку, пригодную к охране. И бывает такое, что некоторые люди отдают своего щенка кинологу, и кинолог занимается со щенком без участия самого владельца. Конечно же, так делать не стоит, и так делают люди, которые совершенно не знакомы с дрессировкой и воспитанием собаки. И мое мнение таково, что если ты хочешь действительно вырастить из Амстафа что-то дельное, то тебе придется заниматься дрессировкой и воспитанием самостоятельно. Объясню, почему я так думаю. Как-то в одну из групп я наткнулся на следующий пост, который писал кинолог. В этом посте он утверждает, что когда к нему приходит человек, и ему нужна собака для охраны, то кинолог никогда не делает, вот который писал этот пост, он утверждает, что я никогда не делаю по-настоящему собаке опасного и злого охранника. Я считаю, что в городе это ни к чему. То есть представь, ты приходишь, платишь человеку деньги, он тебе говорит, что да, мы сделаем из собаки охранника, но в итоге, по факту, вы занимаетесь на занятиях какой-то герундой. То есть твоя собака попросту играет с кинологом, и ее никто не учит реальной охране. Это первое. Второе. Я наблюдал видеоролик на ютубе, где также кинолог занимался с собакой, с овчаркой. И овчарка элементарно боялась играть в перетяжки с ней. То есть она мялась. На что кинолог хозяйки заявлял, что в этом нет ничего страшного, мы сделаем из этой собаки кусучую, он будет охранять. На мой взгляд, такая собака толком ничего не будет охранять. И я думаю, что эту собаку саму придется охранять. Вообще, для чего это делается? Про второй случай я хочу рассказать. Делается это для того, что человеку попросту нужны деньги. И нет клиентов. И приходится брать и работать с тем, что есть, и попросту обманывать своего клиента. И вот именно поэтому то, что такое происходит, придется заниматься собакой самостоятельно. Даже есть такая пословица. Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам. Безусловно, есть кинологи, которые, да, они там не будут вас обманывать, они знают свое дело, но ты попробуй его найти. Поэтому, друзья, если кто-то из вас хочет там Стаффорда, который заряжен на какие-то действия, то тут только самим надо работать с собакой. Без всяких кинологов. В этом нет ничего сложного. Есть мои видео, есть литература, уйма в интернете. Вы спокойно можете самостоятельно обучить Амстаффа чему угодно. Главное это время, чтобы у вас было силы и желание. На этом я буду заканчивать видео. Если оно тебе понравилось, было для тебя полезным, интересным, то обязательно ставь этому видео лайк. И подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Также не забываем про колокол. Ну и делись этим видео со своими друзьями и знакомыми, которые только планируют, и вы только приобрели себе собаку. Все. Всем пока и до встречи в следующем видеоролике.